Друзья, всем-всем большой привет! Я наконец-то вернулась с югов, честно скажу, переоценила себя, думала, что смогу снимать обзоры, но в 40-градусную жару это оказалось нереально. На меня все дома ругались из-за того, что ароматы стояли просто на весь дом, вот, поэтому искренне восхищаюсь южанами, которые способны летом сохранять какую-то эффективность и производительность. Небольшое отступление, прежде чем мы с вами приступим к сегодняшнему обзору. Я думаю, что многие из вас уже слышали о процессах блокировки YouTube, которые у нас уже запущены в России, кто-то, скорее всего, даже уже оценил на себе. К сожалению, касается это не только пользователей, да, которые смотрят видеоконтент, но и непосредственно самих блогеров. Тяжело загружать видео, все это очень долго, очень муторно. К большому сожалению, опять-таки, потому что YouTube это, пожалуй, самый удобный видеокостинг как для меня, так и для вас. Чтобы мы с вами не потерялись на случай, если эта площадка совсем уйдет из России, и опять-таки для вашего удобства, мы с командой сделаем резервные аккаунты на Рутюбе и в Телеграм-канале. Я думаю, что будет очень удобно, у большинства, уверена, Телеграм есть, туда также буду выгружать все обзоры, сделаем с вами систему хэштегов, откроем комментарии и будем общаться на разных площадках, чтобы друг друга не потерять. Как только все подготовим, я обязательно поделюсь ссылками, внимательно следите за видео, чтобы ничего не пропустить, потому что произойдет это в ближайшее время. Сегодня я хочу вас порадовать новым ароматом от бренда Адиян. Скажу честно, я его уже пробовала, вчера снимала для вас видео, но оказывается, у меня был выключен разряженный микрофон, после поездки его не успела зарядить, звук не записался, поэтому сегодня дубль два, но зато смогу в полной мере рассказать вам и про ноты, и про характеристики. Аромат называется Majestic Aura, вот в такой красивой, интересной коробке он приходит, здесь у нас бархатная такая фактурная сторона. Вот эти розочки, я изначально думала, что это такие, знаете, мыльные цветы, которые можно бросать в ванну, и они дают какой-то ароматический эффект, увлажнение кожи, но нет. Эти розочки здесь просто для красоты, да, они делают упаковку очень подарочной, как по мне это выглядит довольно мило. Аромат женский, выполнен он по мотивам Деллины, я думаю, что многие из вас ее знают, у нас на канале был обзор на аналог, назывался он Melina от бренда Emper, кстати, мне он тоже понравился, но для меня был слишком сладковат, и небольшой спойлер, этот парфюм понравился намного больше, очень качественный, просто замечательный, поэтому оставайтесь на связи, все буду сейчас вам рассказывать. Поближе покажу флакон, он довольно мощный, такой увесистый, не стыдно будет подарить, и красиво будет смотреться на полке, тоже в таком вот бархатном оформлении. Пирамида у этого парфюма очень сложная и красивая, опять-таки небольшой спойлер, на деле все оказывается намного-намного проще. На старте здесь заявлен бергамот, ревень, личи, в сердце роза, пион, мускатный орех и в базе ваниль, кашмиран, ветивер, кедр и ладан. Аромат очень приятный, он супер свежий, супер нежный, он очень легкий, такой, знаете, повседневный и идеально подойдет на лето, особенно если вам нравятся такие цитрусово-цветочные парфюмы. Для меня старт этого аромата окрашен четырьмя главными акцентами. Это бергамот, личи, цитрусовые, такие, знаете, лимонно-ягодные даже леденцы и совсем немного розы, причем роза здесь очень нежная, не такая зрелая ретро-роза, а именно такие нежные бутончики кустовой розы. Очень интересно здесь отыгрывается нота личи, такой характерной водянисто-сладковатой изюминкой. Я думаю, что если когда-либо пробовали саму ягоду или же парфюмы с этой нотой, поймете, о чем я говорю, ноту личи вообще сложно с чем-то спутать. И здесь она отыгрывается в полной своей красоте, даря этому аромату совсем небольшой привкус такой разбавленной сладости. Но она здесь не химическая, не липкая, не душная, не приторная, поэтому пусть вас это не пугает. Здесь яркие, кисленькие, такие акценты переливаются. Я думаю, что за счет ноты ревеня, но у меня прям, знаете, первые 20 минут после нанесения сохраняется стойкое чувство, что кожа пахнет лимонными такими леденцами. И это очень прикольно, освежает, бодрит и заряжает настроением. Когда аромат раскрывается, он не сильно видоизменяет как-то свое звучание. Как по мне, к нему прибавляется разве что пион и, пожалуй, совсем-совсем немного ванили. Никакой древесины, никакого сандала, ветивера, ничего подобного я в звучании лично не услышала. Вот начальные ноты и ноты сердца здесь прям ярко раскрываются. У аромата неплохой шлейф, причем шлифит он опять-таки каким-то вот цитрусовым, таким кисловато-сладковатым оттенком. Я бы описала этот парфюм как прекрасный цветочный букет из пиона и розы, причем бутончики прям очень нежные, в обрамлении вот такого кисло-сладкого фруктово-цитрусового шлейфа. Аромат приятный, в целом он повседневный, я думаю, что подойдет большинству. Его, в принципе, даже в школу можно наносить, если у нас есть здесь совсем молоденькие подписчицы, вот тоже можете его рассмотреть. Прям яркий, заметный, задорный. Запах довольно попсовый, я бы сказала, потому что частенько встречается похожий набор нот, да, но это ни в коем случае не умаляет его красоту. Мне понравился и понравился намного больше, чем аналог от Эмпера, да, который назывался Мелина. Нет никакой духоты, наоборот, идет какая-то, знаете, волна прохлады, волна свежести, волна сочности. Это прям лето-лето в одном флаконе. Стойкость у него тоже, кстати, неплохая для подобных парфюмов. На мне держался около 6 часов, первые 4 часа прям ярко, оставшиеся 2 уже вот где-то на отголосках. Но, тем не менее, на лето этого вполне хватит, чтобы не задушиться, не задушить окружающих и поднимать себе настроение. Это прям моя большая рекомендация для всех, кто любит нежные цветочно-фруктовые, даже я бы, наверное, сказала цветочно-ягодно-цитрусовые такие ароматы. Думаю, что если рискнете попробовать, не разочаруетесь точно, аромат очень качественный. В нем совершенно нет никаких спиртовых отдушек. К сожалению, вы не увидите момента, как я его нанесла впервые, но я сделала 3 пшика, и у меня вот прям сразу же пошел аромат, сразу же приятный запах. Не было никакого вот этого противного спирта, который быстро, конечно, выветривается, но, тем не менее, впечатление иногда может испортить. Хорошо как для себя, так и на подарок. Достойное оформление, прекрасный запах, еще целый месяц лета, ребята. Поэтому я вас активно призываю пробовать что-то новое, пока мы не вступили в холодную осеннюю пору. Я ароматом довольна, оставлю его себе. Меня он прям вдохновил на какие-то романтические подвиги. Мы с вами увидимся завтра. Теперь обзоры будут выходить чаще. Я вернулась в Москву и, по всей видимости, уже никуда отсюда не уеду, поэтому буду вас стараться радовать контентом. Ну, если не каждый день, то хотя бы через. У меня на очереди обзор от бренда, который еще не был представлен на нашем канале. Унисексовая, кстати, история в очень-очень красивой упаковке. Вам желаю отличного дня, прекрасного настроения. Оставайтесь, пожалуйста, на связи. Всем пока!